Сегодня же на совещании глава республики и члены кабинета министров подвели итоги экономического соревнования за прошлый год среди организаций обрабатывающих производств. По традиции все организации поделили на 5 групп в зависимости от численности работников. В прошлом году в соревновании приняли участие 52 организации, на долю которых приходится почти 64% объема отгруженной продукции, 55% среднесписочной численности работающих и 77% доходов всех прибыльных организаций на территории Чувашии. В течение года ряд организаций в связи с увеличением численности работников были перемещены из одной группы в другую. Таким образом, на строчку вверх поднялись ЖБК-9, Заочебоксарский электромеханический завод и Вурнарский мясокомбинат. Результаты деятельности организации оценивала специальная межведомственная комиссия. По первой группе, а это предприятие с численностью от 1500 человек, куда вошли 9 организаций. При этом эти 9 организаций фактически создали по итогам 2012 года 64,1 объема всей отгруженной продукции всех организаций, которые стали участниками данного соревнования и фактически выполнили практически 50% всего объема инвестиций 2012 года по всем этим организациям и создали 52,2% прибыли всех прибыльных организаций. То есть, как мы видим, эти 9 организаций – это основные организации, можно сказать, Чувашской республики. Здесь места распределились следующим образом. Первое место – это Заочебоксарский электроаппаратный завод, второе место – УАО «Элара» и третье место – Зао «Промтрактор Вагон». Министр экономического развития, промышленности и торговли отметил, подобные соревнования имеют не только имиджевый, но и финансовый и социальный эффект. Чтобы оказаться в лидерах, некоторые предприятия активно избавляются от долгов по зарплате, вовремя уплачивают налоги, работают над увеличением прибыли. Про «Промтрактор Вагон» вы сказали, налоги погасили. Сегодня какая там долгов по зарплате нет? Уже текущий год я имею в виду. Долгов по зарплате нет. С 4 марта отменен приказ о, скажем так, неполной занятости. И на март месяц намечен выпуск 200 вагонов. Среди лидеров в своих группах также ООО – научно-производственное предприятие «ЭКРО». Заочи-боксарское предприятие «Сейспель», ООО «Чувашторгтехника», ООО «Кооператор». Принцип соревновательности, состязательности на сегодняшний день – это хороший, добрый аспект для того, чтобы подбодрить трудовые коллективы с одной единственной целью, чтобы они, не снижая свои показатели по итогам прошлого года, в этом году еще динамичнее сработали. Об успехах чувашских производителей смогут узнать и горожане. В ближайшее время названия компаний-победителей займут свое место на доске почета в сквере имени Чапаева. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.